С залпом салютной батареи Петропавловской крепости взмывают вверх пролёты петербургских мостов. На растральных колоннах Васильевского острова пламя факелов. Такое бывает только в особо торжественных случаях. И если не знать, что это всего лишь репетиция, пусть и генеральная, можно подумать, что сам главный парад военно-морского флота берёт старт. Открывает прохождение парадного строя кораблей противодиверсионный катер «Нахимовец». На офицерах и матросах белоснежная форма. Без козыр, как без козырки. Они встречают на палубах кораблей в Русленевы командирский катер. Построение проверяет лично министр обороны Сергей Шойгу. Равнение направо на берегу появляется Георгиевский флаг. Белое полотнище с синим крестом и изображением Георгия Победоносца вручается кораблям и экипажам за особый героизм и мужество, как высшая награда Отечественного флота во все времена. Знамёна флотских соединений украшают и первые катера. Они идут кильваторным строем, то есть строго друг за другом. На фарватер Невы выходит корабельно-ударная группа прославленной краснознамённой ордена Нахимова первой степени бригады ракетных кораблей и катеров Балтийского флота. Вот фрегат «Адмирал Макаров», введённый в состав флота чуть больше года назад. Многофункциональный корабль может действовать в морской зоне противника и охранять собственные десантные отряды. Главное оружие — ракетный комплекс «Калибр». На расстоянии всего нескольких метров от новейшего корабля проходит дедушка российского флота. Это копия ботика императора Петра Первого. Следом малые ракетные корабли «Ураган», «Серпухов», новейший минный тральщик Александр Обухов и противолодочные корабли всего больше 40 единиц разных классов. Во время генеральной репетиции главного парада в честь дня ВМФ корабли вдоль гранитных набережных Невы идут на строго определенной дистанции. Полтора-два кабельтовых — это 300 метров друг от друга. И скорость тоже важна, не больше 10 узлов. Но отрабатывают военные моряки сегодня не только элементы движения или манёвры в русле Невы, но ещё и сеансы связи и обмен спецсигналами. Зрители в восторге, когда ещё так близко увидишь лучшие единицы военно-морских сил. Ну, среди наблюдателей есть и люди в форме. Они-то знают, как сложно, но и почётно. Мы частью этого строя. У меня получилось служить и в те времена, когда флот был могущим нашим ядерным ракетным, и в те времена, когда его разваливать начали. А сейчас только это вызывает радость и гордость за нашу страну. Это великая честь. Это не каждому доверяют, и не каждый попадает. Гремят военные оркестры, в том числе иностранные. Идут пешие расчёты, среди которых воспитанники военно-морских училищ, будущее российского флота. Шот! Шот! И раз! А на вторую часть морского парада выходят корабли побольше. Крупного водоизмещения маневрируют в Финском заливе. Минуют город Кронштадт и знаменитые кронштадтские форты. Они, конечно, и в Неву могут войти, но вот надо ли, ведь там им будет тесновато. Проводить манёвры невозможно. Более чем в полтора раза выросла оснащённость морской авиации ВМФ современной техникой. Мы решили показать старшему именно гордость нашу славу. Чтобы он смотрел на мужественность, на отвагу, на настоящих мужчин. Зрелищие потрясающие. Всё так хорошо у них получается, просто восторг. На них приятно смотреть. И все ребята стоят улыбающиеся. Это довольно интересно. И кто хочет, я бы порекомендовал. Служить на ВМФ? Ну да. На кронштадтском рейде стоят флагманы морского парада. Ракетный крейсер «Маршал Устинов» и атомная субмарина «Орёл». Они словно ориентиры для авиации, которая уже берёт курс на Петербург. Взлетают по-разному, чтобы вовремя и вместе собраться в одной точке. Вот над Кронштадтом идут авиационные гиганты. Это разведчики Ту-142 и гроза атомных субмарин Ил-38. К ним присоединяются истребители. Для лётчиков сегодня ещё одна возможность пощупать небо. Проверить высоту, курсы, отточить детали радиообмена. Ведь все они из разных регионов. Боевые единицы разных соединений военно-морской авиации. А значит, важно слетаться вместе. Вот как город выглядит из кабины пилота. А это уже с земли. Небо раскрашивается в цвета российского триколора. Ещё есть время доработать то, что не до конца получилось сегодня. Чтобы уже в это воскресенье ещё больше впечатлить зрителей. И в городе, и у телеэкранов. Алексей Крепанов, Денис Торопчинов, Сергей Шилов, Ксения Угарова и Христина Иванова. Первый канал.